Международные свято-михайловские чтения в Минске не ограничились темой сопротивления народа Белой Руси, униадской и католической экспансии в старые времена. Уния – трагический опыт в истории белорусского народа, осмысление которого может предостеречь будущим от ошибок прошлого. Но есть горящие головы, которые уже в наше время пытаются реанимировать униадский проект Беларуси, навязать идею «национальной» в кавычках «религии». Реализация такого проекта может только разрушить национальное самосознание, вызовет глубочайший раскол в обществе, считает архиепископ Полоцкий Феодосий. Тот, кто претендует на то, чтобы быть у истоков нашей нации, они имеют, конечно, цель, прежде всего, политическую. Если нация потеряет свое самосознание, свой духовный стержень, то последствия не предсказуемы. И поэтому мы должны говорить на всех уровнях о том, что является основой нашей государства, нашей культуры и нашей нации. То, что реанимация униадского проекта в масштабах страны разрушит хрупкий конфессиональный мир, показывает события на Западной Украине. Уния уже дала Галиции национальную идею. Ее суть в ненависти к православию, говорит архиепископ Августин, ныне Белоцерковский и Богославский. Ранее владыка 20 лет занимал Львовскую кафедру и со знанием говорит об онтологических причинах этой ненависти, свидетелем которой он не раз являлся. Понимаете, вот мы с римокатоликами не выясняем отношения, мы не доказываем, мы не оправдываемся друг перед другом. А униаты все время должны вот что-то доказывать, кто они, откуда, какая у них вера, какой обряд. Этот комплекс какой-то вины, я сказал бы, неполноценности, и, соответственно, создает в них неприятие православия на подсознательном уровне. И, к сожалению, есть люди, даже образованной интеллигенции, которые видят в ней благо. Это, я не знаю, это просто путь к разрушению традиций дальнейшему. Украинские докладчики свято-михайловских чтений рассказали об аспектах современного распространения униатских приходов в Центральной и Восточной Украине, где униаты на публике называют себя православными, умалчивая о догматических различиях конфессий. Такой празелитизм может быть успешным в нашу эпоху духовного релятивизма, отмечают докладчики из Польши. Самое главное это то, чтобы убедить своих верующих в том, что действительно является и стоит за званием уния. Второе, что мы никогда не должны называть их как самостойной церкви, потому что они самостойной церкви никогда не были и не будут. Они являются частью римно-католической церкви, которая принимает догмы латинского костяка. Остается только надеяться на порядочность католической стороны, которая неоднократно сама признавала, что уния не ведет к единству церквей. А если это так, то ее нынешнее распространение в регионах Украины и попытка актуализации в Беларуси является не духовным проектом, а очередным крестовым походом. Если католическая сторона официально, имея ввиду Ватикан, заявляет, что уния это не путь к единству, не модель поиска потерянного единства Востока и Запада христианского, никто не призывает к ее ликвидации. Пусть люди, как уже они настроились, как определились, пусть так молятся, но только неумный человек, недальневидный, ну или какие-то совсем не христианские, может быть, мотивы могут быть, чтобы искать пути расширения ее углубления, то есть продолжать дальше этот процесс, который начался после Бережской унии.